Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. И сразу о ситуации. На Донбассе четыре жилых дома повреждены во время ночного обстрела в селе Виноградное возле Мариуполя. Там перебиты линии электропередачи, газовая труба. Местные жители не пострадали, сообщают нацполиции области. Дрыв был сильный и мощный. И дело в том, что вы видите, как пострадали дома, и все, что земля содрогалась. Было сильных, больших, ну таких вот мощных, три. А эти были как далеки. Как-то вот, ну не такой вот. А три было вот рядом. Ну я открыла огна на проветре. У меня фу-фу-фу пронесло. А у людей же повылетали и шипки, и окна, и крыша. Есть разрушения и в селе Пищевик Волновахского района. Один частный дом полностью сгорел. По данным штаба АТО, минометные обстрелы в минувшие сутки велись практически по всей линии соприкосновения в районе Авдеевской промзоны Павла Полиширокина. На Луганщине стреляли вблизи трехызбинки на Возвановке. Режим тишины на Донбассе нарушался 57 раз. Переселенцы из Одессы осваиваются на новом месте. Они вернулись в Донбасс, потому что условия в санатории Куяльник для инвалидов-колясочников создали невыносимые. В номерах не было света и воды, а лифты в корпусах не работали. Как встретили и где разместили земляков, знает Алексей Кудели. Переселенцы-инвалиды, которые были вынуждены уехать из Одессы, обживаются на новом месте. В Светогорске. Переезд из Мирной Одессы люди сравнивают с бегством от обстрелов двухлетней давности. О, это вообще кошмар. Мы в поезде, три часа приехали, потом привезлись. Сумок было море, поэтому все хватают свои сумки. Ты вообще не найдешь ничего. В санатории Куяльник они жили с 2014 года, но этой осенью оставаться там стало невозможным. Инвалиды-колясочники с ужасом вспоминают, в каких условиях им приходилось ютиться. Вечно у меня в комнате и рыбок завелся. В столовую приехали, вообще сухую кашу начали нам давать. Мы с собой брали то маргарин, то масло. Ну, вообще сложности были. У меня было света, не было воды, лифтов. Ничего не было. Нам оставили только кухню, ну там, или то на нескольких этажах, на трех, по-моему. На кухнях было пару розеток рабочих. Можно было отчаянику подогреть, залить телефон. 128 переселенцев-инвалидов разместили в санатории Святые Горы. К приезду земляков здесь готовились в авральном режиме. Сделали косметический ремонт, построили пандусы и специальные санузлы для инвалидов-спинальников. Корпус подготовлен очень хорошо, сделан ремонт, построен пандус. Сделаны специализированные комнаты, душевые, туалеты, где они могут и помыться, и все, что им нужно, и постираться. Вот. Ну, комнаты приведены очень в хорошее состояние. Изношенная система отопления, хоть и ненадежна, но некоторые комнаты уже отапливаются. Главное, уголь есть, говорит руководитель санатория. Отопление уже дали, но пусть не на полную мощь, потому что все-таки три года корпуса не отапливались. Вы сами понимаете, нежилое помещение за одни сутки обогреть нельзя. Температура батареи уже на выходе из котельной где-то 60 градусов уже идет. Отремонтировать за счет областного бюджета санаторий нельзя, говорит губернатор. Ведь юридический объект не принадлежит облгосадминистрации. Деньгами помогли местные энергетики, а котельную переподчинили теплокоммунэнерго. Это позволило выделить средства на топливо и ремонт. За проживание в санатории переселенцам придется платить 14 гривен в день. Со взрослого и 7,5 с ребенка. Алексей Кудель, Игорь Монастырев, Телеканал Донбасс. На протяжении двух лет гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает детям Донбасса, тем, кто находится в зоне вооруженного конфликта и переселенцам. Волонтеры раздали более 730 тысяч детских продуктовых наборов. Уже больше двух лет они не были дома. Из Донецка бежали в августе 2014-го. Были взрывы, были бабахи, ребенок плакал. Подвала у нас нет, прятаться негде. А пока добегешь куда-нибудь, может просто убить. Семья, в которой подрастают две дочери, осела в Светогорске. Местные власти выделили им комнату в пансионате Сосновый Бор. Четырехлетняя Лиза снова стала улыбаться. Ее мама спокойна. Тут дети могут гулять. Дома Алена не отпускала дочь на улицу, боялась. Ведь обстрел мог начаться в любую минуту. Здесь снаряды не падают. Дети спокойные. Первое время, вспоминает Переселенка, выживали лишь благодаря гуманитарной помощи. Не за что было даже жить. Уважаемый Ренат Леонидович, большое спасибо вам за вашу помощь, которая помогла выжить мне и моим детям. С октября 2014 года действует программа «Поможем детям», в рамках которой гуманитарный штаб Рената Ахметова выдает детские продуктовые наборы на Донбассе. Дети всегда были в фокусе внимания Рената Ахметова. И программа «Поможем детям» была признана заботиться о детках до трех лет. В лет 730 тысяч детских продуктовых наборов было выдано 57 тысяч уникальных благополучателей. Это мы так называем тех мам, родителей, которые для своих детей получили такие наборы. Помощь предназначена семьям с детьми в возрасте от рождения до трех лет, на неподконтрольных территориях, на линии соприкосновения и переселенцам в Донецкой и Луганской областях. Сегодня мы в Святогорске. Сюда мы привезли больше ста наборов детских. Это довольно-таки большое количество. Здесь очень много детей-переселенцев. В состав набора выживания входят продукты, необходимые для нормального развития ребенка. Эти наборы востребованы. Они содержат продукты питания для детей, крупы, хлопья, сахар, масло растительное. Алена получает взрослый продуктовый пакет и детский. Женщина уверена в завтрашнем дне, ведь ей есть чем кормить детей. Татьяна Блинова, Ростислав Сысоя, Владимир Конопля. События. Канал Украина. В Краматорске помогут пострадавшим от насилия в семье. Там представили второй этап специального проекта от Фонда народонаселения ООН. Мобильные группы будут работать также в Бахмуте, Новогродовке и Волновахе. В прошлом году за помощью к волонтерам уже обратились почти 2000 человек. По словам психологов, в каждом третьем случае агрессором в семье становятся либо бывшие участники военного конфликта, либо мирные жители, пережившие боевые действия. Международная организация выделит 2 миллиона долларов на информационную кампанию. Ведь по статистике в нашей стране жертвы домашнего насилия заявляют о нападениях в десятки раз реже, чем в Европе. В Европе 45% женщин заявляют, что они становились жертвами насилия. Однако в Украине такой статистики нет. Как правило, считается, то, что произошло дома, это не тема для общественного обсуждения. Но это не частная проблема. Насилие – это публичный вопрос. Быстро проверять машины и пассажиров, выявлять взрывчатку и оружие. Действия во время экстренных ситуаций на пунктах пропуска отрабатывали полицейские в Мариуполе. Для учения специально построили модель блокпоста. Правоохранители также тренировались предотвращать возможные нападения на КППВ. Практические занятия продлятся два дня. Пройдя спецподготовку, сотрудники вернутся на службу. В зависимости также от того, что человек перевозит. Если он перевозит незаконно оружие, боеприпасы, естественно, возникает опасность жизни и здоровья сотруднику полиции. Поэтому на данном примере рассматривается макет поведения сотрудника полиции в сложившейся ситуации. Шанс на полноценную жизнь. У годовалого Кирилла Лапина из Донецка врачи обнаружили серьезную патологию сразу после рождения. Аномальный рост костей черепа. Малыш отставал в развитии и мог потерять зрение навсегда. Историю продолжит наш корреспондент. Лапины долго ждали появления первенца. Несмотря на военные действия, тяжелые роды и ночи, проведенные в подвале, думали справиться со всем. Но диагноз врачей звучал как приговор. Нервопатолог заметил, что неправильно рос с головой. Компьютерная патолография показала, что у нас зарос центральный шов. Из дальнейшего ребенок не может развиваться. Кирилл постоянно плакал. Ребенка не могли успокоить даже любимые игрушки. Покатайся. Не помогали и таблетки. Единственный выход – операция. Но необходимая сумма – это несколько тысяч долларов. Для семьи Лапиных оказалась непосильной. Особо денег не то, что не разгуляясь, а покушать и за дом только заплатить все. Ради спасения сына супруги даже собирались продать дом. Промедление могло обернуться приступами эпилепсии и полной слепотой. По-настоящему скорую помощь оказали в штабе Рината Ахметова. Перечень медицинских препаратов, которые необходимы ему для проведения операции. Закупили материалы и лекарства для дорогостоящей операции. Детская кроватка Кирилла пустовала всего пару дней. О страшном диагнозе теперь напоминает только шрам. Врачи говорят, все в дальнейшем будет развиваться. Ему сделали операцию, вырезали ненужные части кости. Теперь голова там есть свободные части, куда ей расти. В семье Лапиных штаб Ахметова оказывает и продуктовую помощь. Светлана на сына получает детский набор. Мальчик сразу тянется к любимым пряникам. Большое спасибо Ринату Леонидовичу за его помощь, за его большое сердце, что он не забывает нас, донецких. Своих земляков Ринат Ахметов поддерживает с самого начала боевых действий на Донбассе. В фокусе внимания гуманитарного штаба дети жизненно необходимую помощь на лечении и проведении операций получили 2653 ребенка. Данила Киреева, Оксана Карчма, телеканал Донбасс. Домашнее молоко небезопасно, предупреждают эксперты. Результаты лабораторных анализов показывают, что оно не соответствует стандартам качества. Но и молоко из магазина может быть сюрпризами. Как определить, что оно разбавлено и чем поможет уксус, выясняли наш корреспондент. Молоко от своей коровы в семье Софии Юрьки впьют все. А то, что остается, продают на рынке. Перед каждой дойкой березка терпеливо проходит гигиеническую процедуру. В рационе березки все, что растет в огороде. Свекла, тыква, трава. А несколько раз в год животное проходит обязательный осмотр у ветеринара. Без этого торговать молочной продукцией на рынке нельзя. Свою санитарную книжку показывает и хозяйка коровы. А вот ветеринарная карта, исследования ветеринарных. Все щепления, все пробки на заразные инфекционные, коровка проходит. Вот это исследование на бруцельоз, на лейкоз, на туберкулез. Кто получает родину, каждый господин, имеет вот такой паспорт. И, конечно, каждого года новые вот такие доведки. Продавцы молочной продукции на этом рынке в один голос утверждают. На торговлю есть все разрешения. Конечно, домашние, но ничего не было. Все, что надо на анализ. Что месяц отдаем на мастит, в центральную лабораторию. На коровы справка, на все прививки тоже, там в лабораторию. Но столичные эксперты домашнее молоко не жалуют. Говорят, как бы за коровой не ухаживали и чем бы не кормили, в молоко все равно попадают бактерии и опасные вещества. Ведь оно не проходит термическую обработку, как на производстве. Свои слова подтверждают лабораторными исследованиями. В стерильных условиях проверили 10 пакетов молока торговых марок и 6 образцов домашнего продукта из разных областей. Все 6 образцов базарного домашнего молока от бабуси получили оценки плохого через серьезные проблемы с микробиологией. То есть у них у всех была найдена кишковая палочка. Но и к магазинному молоку у экспертов претензий не меньше. У нас в исследовании было пастеризованное молоко. Для него в край важливо выдержать температурные условия. Как только они не будут выдержаны, у вас сразу в молоце начнутся очень активно развиваться разные микроорганизмы. Температурный режим нарушили трое из десяти промышленных производителей. Еще в двух магазинных образцах эксперты тоже обнаружили кишечную палочку. Качество молочной продукции в Украине контролирует Госпродпотребслужба и Антимонопольный комитет. Но они имеют право проверять и штрафовать производителя, если его продукцией отравится потребитель. Поэтому при выборе молока специалисты советуют покупателям обращать внимание на цвет – белый или чуть желтоватый – и натуральный запах. А еще оно не должно горчить. Проверить качество молока можно и в домашних условиях. Для этого нужно налить его в стакан. Если на краях есть след, значит молоко натуральное. Если нет, продукт разбавили водой. Также можно проверить, есть ли в молоке такие добавки, как аммиак, суда или мел. Для этого добавляем немного уксуса. Реакции нет, молоко натуральное. Если бы добавки были, на поверхности появились бы пузырьки. Покупая молоко в магазине, нужно обращать внимание на этикетку и срок годности. А вот употреблять сырой домашний продукт эксперты вовсе не рекомендуют. Его нужно обязательно кипятить. Увидимся, как обычно, во время новостей Донбасса. Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова